Здравствуйте! В эфире новости с вами в студии Ирина Зайцева. Сегодня в новостях расскажем, как ведется работа по снижению задолженности жителей за коммунальные услуги. Эта тема была затронута на оперативном совещании. Как устроена жизнь в семейном центре помощи семье и детям? В учреждении произошли изменения в связи со сменой названия. Как ориентировались в заснеженном лесу участники соревнования в Лужках прошли спортивные игры. Снижение задолженности жителей за коммунальные услуги и работа комиссии по делам несовершеннолетних стали главными темами еженедельного оперативного совещания, которое провел глава Серпухова Сергей Никитенко. Ледяной дождь внес коррективы в повестку заседания оперативного совещания начали с обсуждения нового графика уборки, на который перешли с наступлением холодов все коммунальные службы, дорожная техника, дворники. На 6 утра мы проконтролировали выход техники комбината благоустройства. Техника вышла в достаточном количестве. Серпухов находится по этому показателю на сегодня на 7 утра в зеленой зоне. Я хочу сказать спасибо комбинату благоустройства, управляющим компаниям ЕДДС, Серпухов и Добрый дом, которые добросовестно отнесли в свои должностные обязанности. Свои обязанности добросовестно должны исполнять не только управляющие компании, но и собственники жилья. То есть вовремя оплачивать коммунальные услуги. Серпухов эффективно работает над снижением задолженности жителями за ЖКХ. Чтобы улучшить результаты, управляющим ресурсоснабжающим организациям предложили привлечь платежного агента Мособл ЕРЦ. С 1 декабря 2022 года изменятся тарифы на коммунальные услуги, такие как теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами, а также взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Средний индекс роста платы граждан за коммунальные услуги 9%, предельный индекс 12,6%. Дальнейшая индексация платы за коммунальные услуги не будет производиться до 1.07.2024 года. При этом все льготы и меры социальной поддержки населения сохраняются. Например, если оплата за коммунальные услуги составляет более 20% от общего дохода семьи, то граждане имеют право на субсидию. Оформить ее могут не только собственники, но и наниматели жилья. Вся дополнительная информация до конца недели будет размещена на официальном сайте администрации муниципалитета. Обсудили сегодня на совещании и работу комиссии по делам несовершеннолетних. Мы уже должны все вместе пристально более погружаться в этот вопрос, чтобы спасать наших детей, вытаскивать из этих негативных процессов, где они там оказались, возможно, из окружения этого негативного. Это очень важно. Нам очень важно реально действительно влиять на эту ситуацию в целях выпрямления, чтобы с каждым годом количество правонарушений со стороны несовершеннолетних у нас не жалко. Это комплексная работа, тут все институты власти должны задержаться, и общество, поэтому это очень важно, потому что это будущее нашего города. Детям в зоне риска в Серпухове оказывают всестороннюю помощь, медицинскую и психологическую, и оказывают ее в организациях учреждений, в том числе и общеобразовательных. По месту обучения с несовершеннолетними проводятся различные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение совершения повторных правонарушений и преступлений, такие как профилактические беседы, тренинги, лекции, обследование жилищно-бытовых условий, вовлечение в различные спортивные и культурно-массовые мероприятия. Осуществляется обязательный ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью несовершеннолетних. Глава муниципалитета Сергей Никитенко поручил комиссии по делам несовершеннолетних уделить повышенное внимание пропаганде здорового образа жизни, приобщение молодежи к спорту, активному отдыху и досугу. Сегодня рано утром из Серпахово мобилизованные отправились к новому месту несения службы в этих автобусах жители из разных городов Подмосковья. В филиале Академии РВСН они обучались боевому слаживанию. Теоретическую и практическую подготовку проводили для них опытные инструкторы и боевые офицеры. Пожелать удачи и поддержать мобилизованных сегодня пришли родные, волонтеры, депутаты, общественники и ветераны. Мы надеемся, что у вас все будет хорошо, что вы вернетесь. Мы в вас верим. Всего вам наилучшего и удачи. Их ждут дома близкие, здоровыми и невредимыми. В них верят и их любят. Такая поддержка мобилизованным необходима. Реабилитационный центр для несовершеннолетних с сентября этого года носит название «Семейный центр помощи семье и детям Серпуховский». Детям и их родителям оказывают здесь социальную и психологическую поддержку, реабилитационную помощь. Какие конкретные изменения произошли в учреждении в связи со сменой названия, узнавала моя коллега Инна Шенина. Сейчас дети проживают в центре с воспитателями в условиях, приближенных к семейным. По девять воспитанников максимально в каждой семье. И таких семей на сегодняшний день в центре три. Возраст ребят от нуля до восемнадцати. Если у кого-то есть братья или сёстры, попадая в центр из семьи, ребята остаются вместе. Мне нормально, я играюсь. Я занимаюсь спортом. Мы вот в одной комнате, и мы там играем, там играем везде. Вместе с сестрой. Нравится сестрой заниматься, нравится спортом. Мне нравится лепить. Мне нравится рисовать. Когда их разлучают, они скучают по братикам, по сестренкам, там плачут. А тут они вместе. Старшие помогают младшим. Они за ними ухаживают, они наблюдают за ними. То есть они всегда вместе. Стало сложнее даже физически, потому что маленькие детки, они отнимают много физических сил. Это кормление по часам, это прогулки. Мы получаем отдачу и удовлетворение за счёт того, что видим, что дети находятся вместе. Мальчишки и девчонки остаются в центре на протяжении трёх месяцев. В это время специалисты учреждения работают и с родителями. Задача – как можно быстрее вернуть детей в семью. Для этого у нас как раз новая служба содействия семье и детям. Они работают на возврат детей в кровную семью. Это очень важно, конечно. Это самая главная задача центра, чтобы детки остались в кровной семье. Детям – это ответственность. Ответственность за их воспитание, образование. И хочется, чтобы вот эта ответственность, она сохранялась. В центре также работает служба сопровождения замещающих семей. Будущих мам и пап готовят к этому статусу. Они проходят обучение в школе приёмных родителей. Ранее такое обучение можно было пройти только в центре «Шанс». И также, что очень тоже важная служба, постинтернатного сопровождения выпускников. Чем тоже важна – это дети старше 18 лет, которых специалисты, психологи и социальные педагоги готовят к взрослой жизни, самостоятельной взрослой жизни. Но при этом под присмотром. То есть, чтобы отслеживать сохранность жилья, учат финансовой грамотности. Как и в любой семье, младшие дети стараются повторять за старшими, а большие ребята помогают присмотреть за малышами. Ребят в центре учат работать с бытовой техникой. Стараются максимально подготовить их ко взрослой самостоятельной жизни. Сегодня в 18-й школе прошёл региональный семинар-практикум для руководителей. Назывался он так – технологии эффективного управления образовательным учреждением в условиях реорганизации. На мероприятие съехалось более 120 человек из Серпухова, Протвино, Подольска. Говорили о новом этапе в сфере образования Подмосковья, который связан с реорганизацией учреждений. Это семинар для управленческих команд. Будут принимать участие директора и заместители директоров образовательных учреждений. В программе семинара доклады, как я сказала, уже освещение лучших практик, реорганизация образовательных учреждений, также мастер-классы и психологические тренинги. В условиях реорганизации школы объединяются с детскими садами в единый образовательный комплекс. Главная задача этих союзов – повышение качества образования детей. Своим успешным опытом поделились участники семинара. 18-я школа стала одним из первых образовательных комплексов в городском округе Серпухов, который образовался в 2020 году. По итогам 2021-2022 учебного года мы входим в проект «Эффективный образовательный комплекс в Московской области». Много новых успешных проектов мы реализуем, поэтому мы надеемся, что у наших коллег тоже все получится, тоже все пройдет очень гладко по реорганизации. И, конечно же, что теперь у нас в каждой школе будет обязательно дошкольное отделение. Это очень важно. Когда ребенок приходит к себе в ясенную группу, и уже в 11-м классе – это вручаешь ему аттестат об окончании школы. В процессе проведения семинара-практикума участники обсудили современные технологии управления системой образования, принципы формирования сильной управленческой команды. По окончанию семинара все участники получили дипломы. На три дня камчатская рыба приехала в Серпухов. Сегодня в торговом центре на Привокзальной площади открылась ярмарка деликатесов. Среди них – нерка, чавыча, белорыбеца, тунец, кижучи и красная икра. Мы пообщались с первыми покупателями и внимательнее изучили ассортимент рыбы. Татьяна Дудина сегодня приехала на ярмарку одной из первых. Прямо утром. Посоветовали друзья-ценители камчатских деликатесов. Что у вас самое вкусное? Посоветуйте, я первый раз здесь. У нас все самое вкусное, все слабосоленое, холодного, горячего копчения. Могу дать попробовать. Очень, даже будет хорошо. Здесь все можно попробовать. Оценить вкус белорыбеца, чавыча, кижуча и даже красной икры. Вот такой сочный, зернистый. На прилавке шикарное разнообразие – более 20 видов. Действительно вкусное и слабосоленое. Как вы сказали, не обманывайте. Это точно, правда. После дегустации можно приступить к покупке. Татьяна приобрела почти все, что попробовала – целый пакет вкусностей. Говорит, запаслась до Нового года. А на сегодняшний ужин отварит картошки, чтобы насладиться купленной селедочкой. Супруг оценит. Дали попробовать. Рыба такая красивая и вкусная, оказывается. Это и правда малосоленая. А к тому же еще и полезная. Особенно в это время года. Поэтому я тут купила белорыбецы, чавычи и икорки. Вот кое-что сегодня с мужем вечером скушаем, а кое-что заморозим и к празднику оставим к Новому году. Ничего подобного нет в супермаркетах. Это отмечает любовь Усачева. И подтверждает – все качественное. На ярмарку приходит регулярно. Всегда ждет ее приезда в наш город. Люблю красную, очень вкусную. Уже не первый раз сюда прихожу. Но на самом деле сегодня приехал за тунцом, потому что, мне кажется, это единственный магазин, в котором можно купить хорошего вкусного тунца. Выращена не в садках, а в дальневосточных озерах, да в Охотском море. Никакой заморозки, а только горячего и холодного копчения, чтобы сохранить все полезные вещества и ценные минералы рыбы – омега-3 жирные кислоты. Коптим по специальной технологии, не замораживая продукцию ни до, ни после копчения. Коптим на буке, на ольхе, на яблоневых опилках. Собственно, поэтому весь аромат и все полезные свойства сохраняются. Икра кижуча, сухая такая, зернистая, слабосоленая. Ярмарка «Камчатская рыба» будет работать до 25 ноября с 10 утра до 7 вечера. Адрес – привокзальная площадь, торговый центр, первый этаж. Более 200 спортсменов из Серпухова, Протвино и Москвы собрались на соревнованиях по спортивному ориентированию. Они проходили близ деревни Лужки. Ксения Захарова занимается спортивным ориентированием 4 года в Протвино. На соревнованиях Серпухов приехала побеждать. Снег в лесу не помешал показать отличный результат. Все 13 контрольных пунктов Ксения нашла за 30 минут 5 секунд. На старт очень не хотелось выходить, потому что холодно. Но уже после разминки, когда мы согрелись, было приятно выходить на старт. И на дистанцию тоже хорошо бежалась. Мне все понравилось, все хорошо. Даже если сравнивать с другими стартами, очень хорошо. Здесь есть рельеф, который читается, поэтому несложно. И вроде бы льда нет, чтобы подскользнуться. Но я раз за три точно падала. Падала в этот день не только Ксения. Но это совсем не испортило спортсменам настроение. Все получили удовольствие от пробежки по зимнему лесу. Самое трудное это было в конце. От седьмого до восьмого. Вначале было очень легко. То, что там еще сложнее началось. То, что там ямы, все такое. И дальше надо ходить. Падал? Да. Много раз? Да. Сколько? Десять. Когда ты ищешь КП, не можешь его найти. А потом видишь его. И вот эти эмоции, когда ты находишь КП. Где я опознал, Насташа? Ради этих эмоций надо бегать ориентированно. Я когда бужу, меня скорее это расстраивает. Потому что я понимаю, что я теряю время, что я бужусь. Мне не столько страшно из-за того, что я не выйду. Потому что я, скорее всего, всегда знаю, куда я выйду. Мне больше печаль в том, что я не знаю, где находятся пункты. И что я покажу результат хуже, чем могла бы. Результат у меня нормальный. Но я могла бы лучше. Я правда... Я лучшее! У меня вообще ноги отмерзли. Я весь трясусь, но так весело. А чем тебе нравится вообще ориентирование в лесу? Ну, потому что ты бегаешь по лесу, тебе никто не мешает это. Пора полесусь дома, там убери за морской свинкой и так далее. То, что ты просто бегаешь, то, что красиво в лесу. Много впечатлений. Это развивает твою скорость. Моё любимое в туризме – это походы. Походы – это незабываемая вещь. Идя, сломя голову вперёд, не зная куда – это особое ощущение. Также вот ориентирование, радость после нахождения контрольного пункта. Всего было пять дистанций для разного возраста. Работала электронная контактная система отметки. Ну и, конечно, в распоряжении участников были незаменимые карта и компас. Вот именно по ориентированию мы собрались первый раз. Потому что мы поняли, что наши выпускники, дети, старшие, взрослые, они закисают всё-таки, не хватает. Пока лыжный сезон начнётся, беговой вроде летний уже почти закончился. Поэтому, ну, как бы закрытие бегового сезона такого. Я надеюсь, что если сейчас всё получится, людям, если отзыв будет хороший, я надеюсь, что мы сделаем это ежегодно, как закрытие сезона. Свежий воздух, горячий чай у костра, конфеты, баранки, общение. В соревнования пришлись участникам по душе и подарили всем заряд бодрости и отличного настроения. А на сегодня это всё. Далее прогноз погоды. Следите за нашими новостями на сайте телекомпании, на сайте администрации, в социальных сетях. Будьте в курсе событий. Оставайтесь на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Открыты вакансии инструкторов категории «С» в автошколе «ДСААФ». Более полувека автошкола готовит водителей и специалистов транспортных средств. Если и ты хочешь стать частью её команды, приходи. Официальное трудоустройство и полный соцпакет. Обращаться по телефону 37 44 95 или 76 56 56. Натяжные потолки от установщика номер 1 нашего региона студии «Парсек» — это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков. Профессиональные монтажные бригады. Собственное производство. Контроль качества на всех этапах изготовления и установки. Гарантийное и постгарантийное обслуживание. Обоснованная цена. И все виды материалов, существующие на рынке. Натяжные потолки от студии «Парсек». Доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога вы можете заказать по телефону 76 48 48. Код города 49 67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку. Редактор субтитров А.Семкин